Уважаемые братья, продолжение наших лекций по поводу проблем мусульман на сегодняшний день, который у нас существует. Сегодня хотелось бы уделить внимание такой очень маленькой теме. Мы об этом, до этого с вами говорили про шукр, было такое время. Есть еще одно очень такое важное понятие в исламе, которое переплетается с шукром, как бы его предпосылкой является своего рода, это канаат. Есть такое слово казахское, канаат, которое происходит от этого арабского слова канаат, то есть довольствие. Шукр – это наша благодарность за то, что Аллах дал. Но чувство довольства, оно как бы немного опережает шукр. То есть Аллах нам дал, мы этим удовлетворены, после этого мы воздаем шукр. То есть сам по себе канаат, он немного опережает шукр. И сегодня хотелось бы поговорить именно об этом канаате, которого зачастую многим из нас не хватает. Пророк, салаллаху алию ассалям, в одном из своих хадисов говорил, что ненасытны бывают две вещи. То есть человек может ненасытиться в двух вещах. То есть до предела, до края этого дойти еще никому не удавалось. Одно – это дунья, то есть его богатство, маль. А второе – это знание. Первое – это богатство, второе – это знание. То есть мы видим очень богатых рудеек, которые они бедны, все равно считают себя бедными. Всю жизнь, до последнего дыхания, посвятившим свою жизнь для того, чтобы заработать деньги. Также мы видим бедных профессоров с очками, с дрявыми носками, как говорится, в пиджачке со сломанной оправой, которую всю жизнь посвятили науке. Которые стали лауреатами Нобелевской премии, сделали очень много открытий. Их этот мир не интересовал. Вы, наверное, все знаете известную историю про Исаака Ньютона, который сделал в своей двери две дырки. Одну для кошки, другую для собаки. Двух размеров. И когда его спросили, зачем, неужели нельзя было обойтись одной, побольше ее сделать, чтобы собака тоже поместилась, он сказал, ой, об этом я не подумал. То есть гении бывают до такой степени, и их этот мир не интересует. Главное, чтобы от них отвязались. Их жен, и их дети. Это касается всех ученых, исламских в том числе. Очень большой такой шейх Алислам был в Пакистане. И его внуки у него деньги постоянно выманивали разными способами. И однажды его внук, ездя на велосипеде, подъехал к нему, говорит, а та, дай деньги. Он говорит, зачем? Ну дай, 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 дай. Зачем тебе? Мне, говорит, бензин надо купить. Он, говорит, деньги дал. Потом к нему приходит, говорит, зачем вы деньги дали? Велосипед же не нуждается в бензине. Он говорит, да, а я не знал. То есть в то время, когда только появлялись машины, автобусы, мотоциклы, люди такое особое внимание уделяли этим всем мелочам. Но эти люди, ученые, они в своем мире жили. И сейчас такие люди есть, аль-хамдул-ллах. Может, благодаря их таким, скажем, чаяниям с утра до вечера, у нас есть еще знания. И они не поднялись. Они жертвуют всем своим временем, деньгами и всем, чтобы посвятить себе науке. И вот эти две категории людей, ученые и вот эти бизнесмены, ненасытны. Первые в знаниях, вторые в деньгах. И поэтому ханаат – это такое чувство, которое является регулятором для человека. Он говорит, все, мне больше не надо. Когда Али, он служил, да, зарабатывал деньги путем работы на одного из евреев, день поработал, потом взял деньги, сказал, это мне хватит, да, в следующий день он не приходил. Когда надо, пошел, заработал, этими деньгами довольствовался. То есть такие большие замки из денег они не строили. Сахабы пророка, саллаху, ари-ху салям. У пророка, саллаху, ари-ху салям, в Мадине была группа, да, сахабов, асабу-суфа называют, да, с суфии. И они посвятили всю жизнь служению пророку, саллаху, ари-ху салям. Именно благодаря им до нас дошли знания, которые мы сейчас имеем. Один из них, это Абу Хурайра, ради аллаху, ари-ху, больше чем 5000, почти около 6000 хадисов, передавший от пророка, саллаху, ари-ху салям. Скажем так, рекордсмен по передаче хадисов. То есть каждый второй, либо каждый третий хадис он передает. Получается так. Этот человек говорил, что было время такое, когда я падал от голода. То есть мне, кроме знаний, кроме того, чтобы я был с пророком, больше ничего не интересовал. И люди приходили ко мне и наступали. То есть у арабов была такая привычка, если человеку плохо, у него там приступ, не знаю, солнечный удар, они ему как бы такой своего рода массаж делали, наступая на него. Потом я говорил, это только из-за голода. Мне ничего не надо, мне только пусто выживать. Но это так, да, в то время Абу Хурайра, это было такого среднего звена сахаба. Радом с пророком был Абу Бакр, был Умар, Осман, Али, ради Аллаху та Аллаху. И они тоже были в таком же положении. То есть из них никто таким излишеством и пиршеством в то время не страдал. Как это есть сейчас у некоторых наших братьев из числа арабов, из числа казахов, которые деньги не знают куда девать, в то время как их братья с голоду умирают. И поэтому еще в одном хадисе передается, да, что пророк, саллаху, али, ассалям, однажды вышел и встретил Абу Бакра, Умара. И все они вышли, потому что им дома есть нечего. Вот это чувство голода их вытащило на улицу. Они пошли к одному из сахабов, покушали у него, там, фиников, он для них зарезал барашка. И после того, как они поели, пророк, саллаху, али, ассалям, сказал, вы будете спрошены за это. То есть поели, насытились, аль-хамду, аль-хамду, аль-хамду. И вот чувство хана'ата, нелогическое продолжение, как мы делаем, да, поели, встали и ушли. А сели, задумались, если нам это дали, значит, мы за это будем спрошены. И вот этот хана'ат, то есть довольство, все нам больше не надо, это достаточно нам для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы мы жили нормально, и для того, чтобы мы свою религию могли сохранить. Все. Больше, по идее, да, человеку, кроме того, чтобы он съел, что он надел и что он живет, ему в жизни особо ничего не надо. Вот это называется зарура, то есть то, что необходимо человеку. То, без чего он не может жить. Все остальное, это уже надстройка. Если у него есть эти вещи, аль-хамду, аль-хамду, аль-шукр. Если этих вещей нету, то надо сделать все возможное, чтобы эти вещи были. Потому что, если этих даже вещей не будет, то мы впадем в такое состояние, что, может, мы это и переживем, но наши дети, наши жены, они могут этого не пережить. А так как мы несем за них ответственность, то максимально мы должны создать для них эти условия. То есть, чтобы у них были эти вещи. Но всякие другие навороты, там, в Турцию поедем, туда поедем, сюда поедем. Это, если есть возможность, пожалуйста. Если нет, чтобы умирать, убиваться ради этого, лучше время, которое на это было потрачено, уделить тому, чтобы просветиться, приблизиться к Аллаху, приблизиться к Его посланнику, саллаху алейкум ассалям. И Абу Гурайра, ради Аллаху та'алла, он рассказывает про такие свои замечательные дни и про людей, которые были там, асхабу Суфа, да? Это такая площадка, если вы были в Медине, в Мечете Пророка, саллаху алейкум ассалям, она до сих пор существует, это место. И они там находились. И он говорит, их было там около 70 человек, Абу Гурайра сам из их числа был. И я, говорит, из них не знаю ни одного, у кого был бы полный, скажем так, да, полный амуниции. То есть, арабы надевали снизу, изар, и сверху ряда у них была. Говорит, у всех только нижняя часть, то есть одежды, да, штаны, если по нашему объясню, в верхней части гардероба у них не было. То есть до такой степени бедности. У некоторых, говорит, такая даже и нижняя часть не было, они какой-то материал еле кое-как себя укутывали, обкутывали и постоянно держали. То есть у них даже закрепить, да, вот этой булавки не было. И эти люди потом, впоследствии, да, посвятившиеся служению пророку, получению знаний, их имена с золотыми буквами вписаны были в историю ислама, начиная от Абу Хурайры и кончая другими сахабами. Но суть заключается в том, что эти люди, они вообще минимизировали все, что у них было. В то время как другая часть сахабов, они жили, да, по другому принципу, то есть у них был свой дом отдельный, свой какой-то бизнес, это тоже не порицалось. Порицалось то, что будет сверх этого. Вот мечеть пророка, саллаху алию ассаляму, если вы знаете, она вот была очень поздно перестроена, во времена Усмана, ради Аллаху та аля англа, если я не ошибаюсь. И то это было сделано потому, что уже в окрестностях все дома, они начали преображаться. То есть становились коттеджами, особняками, приходило имущество, приходило фаи, приходили другие, да, каналы финансирования, и жизнь улучшалась. Эта мечеть, она стояла по-прежнему. И сахабы приняли решение, почему мечеть пророка, она должна быть более в скудном положении, чем другие дома. После этого она была разрушена, и новая мечеть построена на ее месте. Но до этого момента она вот такой была, какой была, такой и стояла. И вот этот регулятор ханаата, то есть довольство тем, что Аллах тебе дал, это очень большая нямад. Первое, у пророка саллаху алию ассалям, такой хадис есть, если тот человек, кому Аллах что-либо дал, и он этим, скажем так, был доволен, довольствовался, сумел это все аккумулировать, и правильно использовать, и вот это есть на самом деле нямад Аллах. То есть мы сейчас зарабатываем, зарабатываем, кто-то 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч в месяц. Вот у кого-то спросят, а хватает этих денег? Он говорит, нет. То есть человек зарабатывает 40 тысяч, ему не хватает, 100 тысяч не хватает, 200 тысяч не хватает, 500 тысяч не хватает, а сколько тогда хватает? Получается вопрос не в сумме, которую мы получаем, не в размере этих денег, а в том, как мы их используем. А использовать мы их будем правильно, только тогда, когда у нас будет чувство каната. То есть мы можем что-то есть, есть, что-то надевать, ездить на чем-то, но если у нас не будет довольства, наш навс будет желать постоянно все лучше и лучше. Тот, кто сел, как говорится, на Мерседес в последней модели, он обратно на машину нижним кассам не сядет, потому что его навс уже привык, что не он принимает форму кресла, а кресло принимает форму его тела. Он уже не хочет обратно все крутить, он хочет, сел и все, и поехал. Поэтому человек к благам, он очень быстро привыкает. Но если Аллах кому-то дал, аль-хамдуллах, в этом тоже должен быть ханаат. И ханаат заключается в том, что Аллах мне дал, аль-хамдуллах, мало, много, я это с собой не унесу. Сколько есть шукар, куда Аллах сказал тратить, на дозволенное трачу, давать садаха, садаха я тоже даю. И вот у кого человека есть это чувство ханаата, то есть вот этой границы чувства, что не перешагивать ее, это самый богатый человек, то есть в прямом смысле этого слова. И в Ахрете этот человек будет из числа тех, кто, скажем так, из числа праведников. Поэтому у Аллаха, субхану ва-та'аля, надо просить вот этого нямата. То есть нам дали риск, аль-хамдуллах, это может быть просто хлеб и вода, это может чай быть, хлеб с маслом, или хлеб с черной икрой, или еще что-нибудь. Но если у нас ханаата не будет, то хайра в этом тоже не будет. Мы будем еще больше ходить, еще больше. А когда у нас есть ханаат, аль-хамдуллах, мы делаем шукар, и это чувство ханаата, оно нас успокаивает. Недаром наш великий поэт Абайд говорил, что вот пять благ, да, человека, которые делают его, скажем так, счастливым, одной из них является именно вот этот ханаат. Чувство того, что мне этого достаточно, и аль-хамдуллах, а если у нас этого ханаата не будет, особенно это проявляется у женщин, да, все больше и больше. То есть одно ожерелье, да, вот такая история есть, второе купишь, второе, третье, третье. Почему количество бриллиантов у меня должно быть меньше, чем количество бриллиантов, там, у моей подружки? А что такое бриллианты? Бриллианты – это камни просто. Что ты с этими камнями делаешь? Их не скушаешь, да? Ими дом нельзя обогреть, там, сжечь. Ими нельзя, не знаю, что угодно, ничего сделать нельзя, кроме как себя украсить. И разница очень маленькая. Но в этом мире, это дуня такая штука, что нам так внушили, что без этого все, то есть показатель твоей благосостояния, это количество каратов, бриллиантов на твоем, там, на ожерелье твоей жены. Если у нее там столько, значит, ты состоятельный, ты можешь ее обеспечить. А то, что будет в Ахрите, что вместо этих каратов у нее будет гореть там все, если мы это ожерелье купили на взятки, там, у кого-то забрали, кого-то обманули, кого-то кинули, до этого никому дела нет. Поэтому чувство ханаата, оно дает нам вовремя остановиться и не требовать того, что нам не дали сверху. Это не значит сесть, да, все, ханаат, у меня все есть, дом есть, все, ханаат, 40 тысяч я зарабатываю. Я вовсе не говорю, чтобы мы все стали сейчас асхабу суфа, все выкинули и сидели. Если у нас не хватает на это возможности, мы не можем, да, исти хамат, как сахабы сказать, все, мне ничего не надо, я буду с пророком. У нас и таких людей в принципе нет, но если вдруг найдем, тогда аль-хандуль. Но если таких людей нет, то просто сидеть и строить из себя, что мы такие праведники, и вот нам ханаат, это называется рья, то есть лицемерие. Ханаат, это должен быть в отношении нас. Наши дети, наши жены, в тех ханаатах, которые мы себя ханаатом представляем, они к ним отношения не имеют. В их отношении много другие стандарты, иншаллах, о них мы тоже поговорим. Но это чувство удовольствия, оно в первую очередь должно быть у нас. Мы должны понять, что такое тысячи тенге и что такое десять тысяч. Если одну и ту же вещь можно купить с этой разницей, то зачем покупать дорогую и потом хвастаться и ходить перед всем, говорить, я это купил там-то, там в таком-то доме, там настолько. И вот это чувство ханаата, когда нету, то есть всем показывать, показывать, показывать. И это в итоге, в самом конце, приводит к тому, что мы сами себе уже не можем угодить. Самая большая беда, когда у нас ханаата нету. То есть это чувство стоп, больше не надо. А когда у машины не работают тормоза, то это самая первая причина того, что в очень ближайшем будущем наступит авария. И в заключении хотелось бы два хадиса пророка саллаху алиюху ассалям сказать. Первый хадис о том, что пророк саллаху алиюху ассалям сказал горе рабам дирхамов и рабам динаров. Дирхамы и динары это были деньги, то есть динар это золотая монета, дирхам это серебряная монета. И горе тем, кто служит, являются рабами этих денег. Если перевести на наш современный язык, горе рабам долларов, евро, тенге и так далее. То есть тем, кто себя сделал рабом этих денег. Что значит раб? Раб это значит, что эти деньги его хозяев. Сейчас курс тенге немного упал, все, у них уже сна нету, ничего нету. Все их мысли связаны с тем, что будет дальше. Он заснул, он не может заснуть, он все, сигнализацию включил, там пип-пип машина, он подскакивает, открывает окно, что случилось, надевается, выбегает, все нормально, приходит. И вот так вот вся его жизнь. То есть это имущество не для него, а он для этого имущества. И вот это чувство, оно приходит тогда, когда нету хана'ата. Когда у человека есть хана'ат, у него есть сердце, спокойствие. Аллах дал, аль-хамдул-ля-шукар. Если мы не будем этого шукра делать, то это нас лишит этого чувства, хана'ата, и мы станем рабами своего имущества. Вот это самая большая проблема. Деньги есть, там, миллион, два миллиона, три миллиона, и уже мысль человека, она дальше, там, не знаю, яхты, еще что надо тебе, самолет, еще остров, еще что, в космос летать, да, еще что, все уже, то есть наш разум уже ограничен. Но до этого, до этого момента мы должны все максимально испробовать, но все испробовать мы тоже не можем. Этот человек, как бы, разум человека сам понимает. Но нас не понимает, и мы его можем остановить и обуздать только тогда, когда вот это чувство хана'ата к нам придет. И второй хадис, также от Абу Хурейра, ради Аллаху тааля, пусть Аллах будет доволен этим человеком, этот человек сам умер тогда, то есть там, в Медине, где пророк в одном ущелье говорил, что здесь течет река, которая из Джаннат. То есть он даже после того, как пророк ушел из жизни, он переехал туда, чтобы быть как бы поближе к Джаннату, от всех этих суеты, мединской жизни и так далее. И аль-хамдул-Ллях, от этого асахабы еще один хадис, в котором пророк сказал нам очень простой рецепт, который мы постоянно должны в своей жизни им пользоваться. То есть в Дуния вопроса самый хороший рецепт себя сдержать, это смотреть на тех, у кого этого нет, на тех, кто ниже нас. Мэн асфаля, то есть те, кто ниже нас. У кого есть дом, пусть посмотрит на того, у кого нету дома. Кто мечтает о вилле, пусть смотрит на тех, кто живет в домах, которые представляют из себя два шифра, которые друг на друга, скажем так, оперт. Те, кто хочет еще что-то, пусть посмотрит на тех, у кого этого нет. Кто ходит, пусть смотрит на того, у кого нету ног. Кто работает, ему не нравится, что у него такая работа, пусть посмотрит на тех, у кого нету рук, и кто даже это не может сделать. Тот, кто видит и смотрит, и его глаза не могут насытиться тем, что он видит, то есть вот это болезнь капитализма, все новое, новое, и наши глаза на это все смотрят. надо прийти на кладбище и посмотреть как людей хоронят или посмотреть на людей у которых нету глаз которые не видят всего это и мы тогда поймем что даже если мы это все не имеем но то что мы это видим это уже такое богатство которое ни за какие деньги купить нельзя насколько сейчас не знаю прогресс насколько медицина развилась но человеку глаз искусственный еще приделать и придумать никто не может что-то встроить ладно но чтобы он воспринимал краски этого мира в том виде в котором воспринимает натуральный глаз это еще никакая наука не додумалась этот кто придумал этот глаз то есть тот кто его создал для нас он создал их наши глаза не для того чтобы мы этим миром как бы наслаждались а чтобы эти глаза они наполнялись слезами от того что мы смотрим не туда куда надо и хотим того что нам в охрете вообще не понадобится что мы не читаем хуран этими глазами не смотрим на тех кому нужна помощь да даже хотя бы пол куска того хлеба который мы можем пожертвовать сколько наших братьев сколько наших сестер матерей они от голода умирают им вообще не то что там двухэтажный коттедж где-то там машина роскошная им хотя бы что-то чтобы поесть давайте посмотрим на них сделаем ханаат своих сердцах скажем архамдуллах что у меня это есть и тогда аллах нам в этом мире и в охрете даст очень много благ и поэтому это чувство ханаата надо просить у всевышнего вот это довольство тем что в дуне вам аллах пожалуйста читайте намаз с утра до вечера у раза держите всю ночь плачь здесь никаких ограничений не но у нас наоборот мы можем остаться на работе на час на два на три больше если нам доплатят за это можем больше не знаю потаксовать больше посидеть на базаре но больше ночью посидеть поплакать на тахаджут намаза у нас нас не позволяет поэтому пусть у нас ханаат будет в дуне а в наших амалах наших раскаяниях о том что мы согрешили пусть у нас ханаата не чтобы мы до без конца и безгранично каждую секунду сожалели о том что мы неправильно сделали или что мы сделали но не совсем правильно спасибо за внимание саламу алейкум варахматуллахи воборот